Добрый день дорогие друзья, я приветствую вас на своем канале. Сегодня я буду готовить в зиму крупнолесную гортензию. Если метельчатые гортензии я уже показывала и есть видео на моем канале, я практически не укрываю, обрезаю, засыпаю торфом, то здесь немножко другая история. Дело в том, что крупнолесные гортензии цветут из почек, на побегах, которые заложены здесь в самой верхушечке. Вот это первая почка и вот тут вторая, очень хорошо видно. Сейчас я вам покажу поближе. Вот видите почки. И эти почки нам нужно сохранить, чтобы они не замерзли, поэтому ее нужно, эту красавицу, тщательно укрывать. Крупнолесные гортензии есть те, которые цветут на побегах прошлого года и на побегах новых, которые вырастают в текущем году. Поэтому, если вы даже не знаете, какая у вас гортензия, в любом случае вам нужно ее укрыть и сохранить все побеги. Первое, что нужно сделать, это обрезать нижние листики, не оборвать, чтобы не повредить, потому что здесь тоже заложены уже почки, вот их хорошо видно. Вот поэтому мы берем ножнички и даже оставляя небольшой черенок, мы отрезаем. Нужно обрезать все листики, которые у нас внизу и которые касаются земли. Обязательно убрать листья, которые касаются земли, потому что именно они могут от земли поймать различные заболевания грибковые и на следующий год растение будет болеть. Вот что у меня получилось. Для чего мы еще убираем растение? Для того, чтобы болезни от земли не передавались и еще для того, чтобы наш куст подготовился к зимовке, чтобы сила больше пошла на питание корневой системы, нежели на верхние листья, которые, собственно говоря, в скором времени сами опадут. Но они опадают поздно, поэтому сейчас мы пока это оставим. Сейчас на улице у нас тепло, вот несколько дней, даже 21 градус, но ночные заморозки уже обещают. А вот как раз они могут стать губительными для почек, которые заложила гортензия. Именно поэтому я сегодня приготовлю укрытие, подкормлю и когда начнутся холода, я быстро накрою ее. Ну и рекомендую вам сделать то же самое. Мы срезали нижние листья и смотрите, значит, теперь проверяем внутренность кустика. Вот здесь видите, вот палочка, она сухая. Да, это прошлогодняя. От нее идет там вот молодой побег. Его мы оставляем, а эту палочку срезаем. Убираем. Еще тут у нас одна есть. Вот эта вот. Вот ее тоже убираем. Абсолютно здесь не нужна. Далее, после того, как я обрезала нижние листья, я делаю подкормку. Специальным удобрением, это комплексное удобрение очень хорошее. Но если у вас нет специального удобрения для гортензии, можно использовать любое, которое называется осенняя или комплексная. То есть тот же самый суперфосфат, он тоже прекрасно подойдет. Главное, не добавляйте азот. Ну, потому что спровоцируется рост, который нам абсолютно не нужен. И вот так вот, да, я набираю в руку, вокруг, рассыпаю и заделываю грабельками. Так вот, нужно все хорошо заделать в землю. Сделать такой небольшой можно прям бортик, чтобы у нас вода при поливе. Сейчас будем поливать, чтобы она не уходила никуда. Чтобы удобрения плавно попали к месту назначения корневой системе нашей гортензии. И теперь мы хорошо поливаем, проливаем. Вот под этот кустик 10 литров, то может быть даже и больше. То есть в зиму нужно достаточно влаги, чтобы гортензия комфортно зимовала. Если ваша гортензия намного больше, чем моя, потому что у меня молодой кустик, и в принципе, как бы большие кусты нужно вот так обвязывать, завязывать, чтобы они не мешали всем этим процедурам и подготовке, и их удобнее будет потом укрывать. Вот, я пока этого не делаю, потому что, в общем-то, она достаточно молодая и не такая большая. И сейчас дальше я буду укрывать землю. Я буду укрывать корневую, что очень важно для гортензии. Что мы можем использовать для укрытия вот при корневой системе именно внизу гортензии? То есть нам нужно до третьей почки закрыть. Но вдруг там укрытие сорвет или будут очень сильные морозы, и верхняя часть вымерзнет, тогда от этих вот нижних почек у нас отрастет снова кустик. Гортензия достаточно быстро восстанавливается и нарастают новые мощные побеги. Что мы будем использовать? Можно использовать сухую листву. Но сухую листву вот либо с дуба, да, то есть это листья, которые не гниют, это листья, которые сохраняют тепло, либо грецкий орех. Вот у меня, в частности, грецкий орех приготовленный, но им я буду уже попозже, когда ночные заморозки, то есть я дополнительно еще укрою сейчас, я буду засыпать торфом. Можно использовать опилки, только сухие, конечно же, и весной сразу убирать, потому что, в общем-то, кортензия не очень этого любит. Что касается торфа. Торф обязательно должен быть кислый. А как проверить, да, и как узнать, кислый он или нет, это написано на упаковке самого торфа. Вот, смотрите, я использую вот торф Ботаника, торф кислый, но нужно смотреть еще и на обратной стороне. Вот здесь написан, да, состав, содержание питательных веществ, и вот здесь внизу написано кислотность. Вот, Настя, вот, смотрите, 2,8-3,3, это кислый. До 4,5 вы можете покупать торф, есть еще торф, где написано 3,1-4, 3,5-4, то есть все это подойдет. Вот, если будет написано 5,6-7 кислотность, то это уже торф не кислый, им нежелательно укрывать гортензии. Вот так засыпаем торфом. И пригребаем. И затем я еще дополнительно наблюдаю листочку. Листва должна быть сухая. Сухая листва, ореха и дуба очень хорошо сохраняют тепло, да, являются очень такой хорошей подушкой, очень теплой. Если у вас гортензия выше, то нам, конечно, ее нужно пригнуть к земле. Для того, чтобы пригнуть большую гортензию, надо взять, разделить куст на две половинки и срезать одну половинку и связать вторую половинку. И плавненько вот так отогнуть в разные стороны. Взять дугу. Эти дуги, ну, или можно садить сделать, они продаются в магазинах. И вот таким образом дугой прижать и пригнуть веточки для того, чтобы укрыть. Хорошо проверить, чтобы вот здесь резинка была накрыта. Но я вот не буду так делать, потому что у меня дуги позволяют мне сделать этой гортензией. Очень хороший такой шалашик. Я втыкаю сюда. И пока, друзья, это не окончательное укрытие, потому что еще жарко, чтобы она не сопрела. И чуть позже вот листву надо будет убрать, потому что листики чуть позже отвалятся сами, они очень поздно уходят. Если они не будут отваливаться сами, значит их нужно будет подрезать. И ставится вот такой каркас. И укрывается укрывным материалом. Но прежде чем укрыть, нам нужно гортензию обработать. Причем даже лучше до того, вот упустила я немножко момент, прошу прощения, но тем не менее, до укрытия лучше обработать, потому что хорошо бы прихватить еще землю. Значит, нам нужно обработать обязательно от заболеваний. Я использую и рекомендую всем вам медисодержащие препараты. Это может быть железный купорос, это может быть медный купорос. Я люблю и использую всегда бордовскую смесь. Причем сейчас она продается в очень удобных упаковках. Она, конечно, подороже. Но если они позволяют средства, то можно купить обычную стандартную, где два пакетика с известью и купоросом. Здесь вот уже готовый, разводится в воде и обрабатывается. Фирма Август. Вот, можете это приобрести. В принципе, это не дефицит. Рекомендую. То есть обрабатываем вот этим медисодержащим препаратом. Почему я люблю именно бордовскую? Потому что известь позволяет еще отражать солнечные лучи в зимнее время, когда лежит снег и растения. То есть я обрабатываю весь сад, и деревья, и кустарники, и в том числе, и гортензии. То есть является отражателем. Также убивает различные личинки, уничтожает отложенные насекомыми. В общем, защищает от болезней. И нам нужно будет обработать от вредителей. И опять же вернусь к тому, что я сказала, личинки. Сегодня много представлено на рынке различных препаратов от вредителей. Я использую вот сейчас, на данный момент, Акторайфуфофон. Но стала использовать еще одно средство. Я делаю обязательно обработку поздно, уже когда опадет листва, и рано, когда спадает снег. Я обрабатываю бордоской и обрабатываю циперметрином. Это вот один из препаратов. Он называется Клещевит, этой же фирмы. Но здесь действующее вещество циперметрин. Он продается и отдельно, так и называется циперметрин. Это новое поколение препаратов широкого спектра действия, большого количества вредителей. В том числе от клещей, пауков, муравьев, жуков и так далее. Рекомендую вам эти препараты, очень хорошие, уже опробованные. То есть вот этим я обрабатываю гортензию. Итак, мы обработали от вредителей и от болезней. Я не буду сейчас показывать, чтобы не занимать ваше время. Я думаю, что это понятно и просто. Тщательно, хорошо по листьям, все стебли. Все нужно обработать. И землю, и можно даже и листву, которую собираетесь выкладывать вокруг своего кустика. И мы накрываем, я накрываю, делаю лутросил. Он достаточно толстый и в два слоя. Вот такое делается укрытие. И придавливается кирпичиками по земле. Сейчас я не буду плотно все это укрывать, потому что тепло. И что я сделаю еще. Сегодня светит солнце, завтра обещают дожди. А нам важно, чтобы лутросил не намок. Потому что когда начнутся морозы, мокрый лутросил будет просто ледяной камерой для нашего растения. Поэтому сейчас еще не глухо, да. Так, я накрою пленкой. Воздух поступает тут со всех сторон. И придавлю сейчас вот камушками. То есть оставлю окошечки такие для того, чтобы воздух туда поступал. Но как только морозы пойдут, я закрою все это наглухо. И когда выпадет снег, пленку аккуратно можно будет убрать. Тогда уже лутросил будет прекрасно согревать нашу гордензию в зимний период. И весной она снова вас порадует своим пышным цветением. Вот, пожалуй, и все. На сегодня, друзья, я заканчиваю свой репортаж. Берегите свои растения, для того, чтобы они как можно дольше радовали вас и прекрасно зимовали. И самое главное, берегите себя. Будьте здоровы, всех вам благ. С вами была Мария. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok